Здравствуйте, с вами Две лошадиные силы в эфире телеканала Интер. Рауль Челочава, Алексей Мачанов. И сегодня у нас первый в этом сезоне телевизионный тест. Porsche Cayman, Nissan Z350. Наши с Раулем автомобили, именно их мы решили выбрать для стартовой программы, потому что о чем еще рассказывать, как не о том, на чем проехал 90 и 60 тысяч интер за ближайшие 3 года. К тому же, если вы зададите себе вопрос, кто эти люди, которые сейчас обсуждают, а может быть, даже обсуждают, например, автомобиль Ford Siesta, вот мы, вот наши автомобили, и мы вам обещаем, что все будет очень субъективно. Сегодня в программе. Крокодил против прекрасной леди. Перисхилта насвоила очередные полмиллиона долларов. И, наконец, интервью с человеком, способным привезти Формулу-1 в Украину. Возможно, в экране будет покачивать, возможно, ветер будет задавать в петличке. Мы работаем на свежем воздухе, на полигонах, мы занимаемся тестами. Ниссан 350Z – классический двухместный заднеприводный спорткар с объемом двигателя в 3,5 литра. Разгон до сотни – 5,9 секунды. Максимальная скорость – 250 км в час. Коробка переключения – шестиступенчатая механика. Тормоза Брэмбо. Подвеска алюминиевая, многорычажная. Развесовка по осям – 53 на 47. Наряженная масса – 1525 кг. Дифференциал имеет встроенную вискомусту для самоблокировки при пробуксовке. Интересно, что на японском рынке модель известна под названием «Файлэри Зет». Имя «Прекрасная леди» родилось после посещения бродвейского мюзикла «Май Файлэди» – тогдашним президентом компании «Ниссан». Но в Америке, где спорткар с женским названием обречен на провал, имя усохло до последней буквы латинского алфавита «Зет» с цифровым индексом. «Порше Кайман» – двухместный заднеприводный спорткар с центрально-моторным расположением двигателя. Разгон до сотни – 7,2 секунды. Максимальная скорость – 253 км в час. Коробка переключения – 5-ступенчатый автомат тип «Троник». Подвеска многорычажная. Развесовка по осям – 47 на 53. Снаряженная масса – 1300 кг. По мнению разработчиков автомобиля, имя реликтового хищника как нельзя лучше подходит для агрессивного внешне и эффективного в действии автомобиля. Руль, давай поменяемся ключами. Крайне интересно купить автомобиль товарища на первой же съемке. Особенно, если он битый. Вот посмотрите, друзья мои, никогда не делайте такого. Когда у вас спортивный автомобиль, не должно быть вот только на брелке. Ты разбиваешь себе замок зажигания. А у меня ключик правильный. Зато он у него заводится. Уже нет. А пока Леша разбирается с брелком от моего автомобиля, мы переходим к интересным фактам. Это еще я не перешел к тому, чтобы разбираться с самим автомобилем. 23 февраля, практически ко дню итальянского защитника отечества, Ferrari провела официальную презентацию новой модели FF. Аббревиатура означает «FORFOR». Или две четверки. Первая намекает на достаточный для четырех пассажиров простор в салоне, а вторая на первую в истории марки систему полного привода. Предварительная стоимость модели превышает 300 тысяч евро. А очередь из потенциальных и уже внесших предоплату клиентов выстроилась на пару лет вперед. Но не только Ferrari меняют приоритеты. Porsche продолжают метаморфозы. Трансформации бренда начались с нетипично дешевого для марки боксера, переросшего в Кайман. И с появлением Каяна и Панамеры завершились превращением бренда в продавца джипов и хэтчбеков. Теперь продолжаются технические революции. На Женевском автосалоне, который уже завтра, 1 марта, откроет свои двери, будет представлена гибридная версия представительской Панамеры. Мощность бензоэлектрической системы – 380 лошадиных сил. А потреблять она должна чуть больше 7 литров бензина на сотню. Но еще более удивительны слухи о том, что через год нам представят удлиненную версию Lung. А еще в преддверии Женевского автосалона компания Bentley решила побить собственный же рекорд скорости на льду. Посадив за руль кабриолета Bentley Continental Super Sports, четырехкратного чемпиона мира по ралли Юху Канкунина, удалось достичь 330,7 км в час. Предыдущий рекорд 2007 года был всего на 9 км в час медленнее. Но примечательна здесь бизнес-составляющая. Рекорд был установлен на автомобиле, заправленном биоэтанолом Е85. Bentley же – экологичный автомобиль. А вот на Женевском автосалоне в аккурат в честь рекорда представят супермощный Continental и продадут его лимитированную серию в 100 штук. Ну и напоследок важно не забыть о том, что Пэрис Хилтон исполнилось 30. Почему? Просто потому, что она получила в подарок на свой юбилей Lexus LFA. Автомобиль стоимостью полмиллиона долларов США не менее гламурен, чем его счастливая владелеца. Кстати, именно на таком суперкаре дрифтовый чемпион Рейс Миллен участвовал в фотосессии для модного журнала. Так как же его открыть-то? Прежде чем вы разберетесь с любым японским «Тамагочи», попытайтесь сначала разобраться, как его открыть. 3,5 литра – это знаменитый ниссановский мотор, который стоял и на «Максиме», и на чем-то, на «Лаурелле». Скажи мне, почему ты его купил? Потому что он мне нравится, во-первых, по дизайну. Во-вторых, мне кажется, что это очень сбалансированный автомобиль, который стоит своих денег. Когда Рауль Челочаев будет вам что-то говорить о дизайне автомобиля, посмотрите, что у него за машина, и не слушайте его слов о дизайне. Вот посмотри, Рауль. Икона стиля. Это какающая собачка, Алеша. 2 Е7 двигатель, 270 лошадиных сил, среднемоторная компоновка. 245, Алеша. Нет, после того, как я туда загнал программу «Пип-Пип-Пефоманс», стало 270, я готов это на любом стенде подтвердить. Я готов поехать с тобой на любой стенд и доказать, что как было 245, так и осталось. Открой-ка мне, а где у тебя капот и где багажник? У меня, как во всех нормальных автомобилях, капот здесь, багажник там. Я, друзья мои, считаю, что нормальный автомобиль, это когда капот вот здесь, а багажник вот здесь и вот здесь. Это багажник, Алеша? Обратите внимание, на Лешином автомобиле очень много наклеек, я думаю, потому что они маскируют дырки. Нюрнбург-ринг, гоночная трасса. Вот здесь мне очень нравилось, когда в Феррари, и у него такая лошадь, в Феррари все-таки красивый слой. Здесь написано «Либер Нюрнбург-ринг Элс Эрринг». Лучше Нюрнбург-ринг, чем обручальное кольцо. Сзади у меня наклеечка ВРС, здесь Нюрнбург-ринг, на котором я был. У меня есть всего одна наклейка Нюрнбург-ринг на моем автомобиле. Она находится сзади. И знаете почему? Потому что эту наклейку как раз могут увидеть все автомобили Порше, которые проигрывают Ниссану там. Сейчас я сяду в этот автомобиль, и только воздух будет зализывать рваные раны. Скажите мне, этот автомобиль стоит 95 тысяч долларов? Притом, как мне кажется, комплектация здесь напоминает барабан. Потому что все очень звонкое, пластмассовое. И, собственно, не так я себе представлял Порше. Посмотрите сюда. Посмотрите, сколько он пытается не пить. Я нашел у тебя в машине немножко сахара. Я веду здоровый образ жизни. А сахар собирают для Алексея. И раздаю мышам. Мыши любят сахар. Порше Кайман просто восхитительно разработано место для водителя. Здесь с легкостью может поместиться человек любой комплексы и практически с любым ростом. За это не в последнюю очередь нужно благодарить тестового испытателя Вальтера Рёля, который сам является человеком достаточно высоким. Для меня, как для человека, который не имеет профессиональной и спортивной подготовки, уже сейчас очевидно, что в нем мне ездить быстро гораздо легче, чем на Nissan 350Z. На этом автомобиле вы с первого круга сможете ехать быстро, и при этом это будет достаточно безопасно. Это я вам гарантирую. Nissan Z350. Автомобиль, который является иконой внутри компании Nissan. Это легенда. Может быть, не такая, как Skyline GTR. Действительно, Z350 это, наверное, и Ferrari для бедных, и GTR для не очень богатых. Мне кажется, ошибкой было брать ее с черным салоном, поскольку салончик и так маленький. Когда он темный, такое ощущение, что ты сидишь внутри норки такой, как мыша, или внутри БТР, и сейчас надо открывать огонь. Может ли Nissan 350Z быть автомобилем на каждый день? Конечно же, да. Для меня он именно таковым и является. Бытует мнение, что подвеска спортивного автомобиля обязательно некомфортная, обязательно жесткая, и она обязательно тарактит и доставляет акустический дискомфорт. Так вот, Porsche Cayman и Nissan 350Z абсолютно не такие автомобили. Они с легкостью глотают ямы, но при этом в управляемости они безупречны и сточны. Porsche конкурирует со всем миром, Nissan конкурирует с другими японскими марками. Это не одно и то же. Механическая коробка передач, неплохо подобраны передачные числа, но вот ощущение есть, что машина едет больше громко, чем динамично. Из того, что мне не очень нравится, это, конечно же, автоматическая коробка передач, хотя сегодня у Porsche уже есть PDK, коробка с двумя сцеплениями. Она восхитительна, и она четко дает ответ на вопрос, что лучше, механика или автомат. PDK точно лучше. PDK – фирменная автоматическая коробка передач с двумя сцеплениями от Porsche. В такой КПП четные и нечетные передачи находятся на двух валах. Один из валов – полый, что позволяет расположить в нем второй. В отличие от автоматической коробки, где крутящий момент от двигателя переносится при помощи конвертера, в PDK используется многодисковое сцепление, погруженное в смазочно-охлаждающую жидкость. Такие дорогостоящие инженерные решения привели к тому, что сегодня коробки с двумя сцеплениями выглядят более плавными, умеют экономить топливо, в некоторых случаях до 10%, выдерживают гигантский крутящий момент и переключаются с фантастической скоростью, на которую раньше была способна горстка гонщиков с мировым именем. Кстати, свою первую победу с чем-то похожим на PDK Porsche завоевала еще в далеком 1986 году, но за недостатком средств этот проект был отложен на несколько десятилетий. Лучший в истории японского рынка 3,5-литровый мотор, великолепный двигатель, я думаю, даже вариант из двигателя 3,7, который сейчас предлагает потребителю, это не так нарядно, как вот этот 3,5. Естественно, как на всех японских автомобилях, куча каких-то стрелочек и указателей, половина из них не особо нужны, вот есть тебе давление масла, зачем-то вольтметр, который позволяет узнать, какая сейчас зарядка аккумулятора 12, 14 или 16. Сегодня у нас в гостях Питер Хэнсон, шеф компании International Motorsport Management, чемпион Дании в гонках на кузовных автомобилях, победитель 24-часовой австралийской гонки и просто человек, который всю свою жизнь прожил в моторспорте. Питер Хэнсон. Родился 14 июня 1950 года в Дании. Получил диплом инженера-механика в 1973-м. В 99-м степень магистра по бизнес-администрированию в Мельбурне. В 2000-м был награжден медалью королевы Елизаветы II за весомый вклад в развитие автоспорта Австралии. 35 лет гоночной карьеры и более 25 лет успешного администрирования в автоспорте. С 99-го по 2002-й возглавлял Автомобильную федерацию Австралии. Разработал и воплотил в жизнь проекты «Трасс Формула-1» в Ахрейне и Абудабе. Другий партнер владельца королевских гонок Берни Эклстоуна. Человек, который может не только организовать постройку гоночной трассы, но и привести на нее «Формулу-1». Здравствуйте, Питер. Скажите, как давно вы в Украине? Сейчас уже почти 6 месяцев здесь живу. А еще ранее, в 2009-м году, присматривался к стране. Для Украины автоспорт – это вообще достаточно неизведанная планета. Вы начинали свою карьеру 40 лет назад. Да, вы правы, как раз 40, даже 42. Родились в маленькой стране в Европе? Да, в Дании. Расскажите, как молодого датчанина занесло в автомобильный спорт? Почему вы не занялись футболом или плаванием? Как в столь юном возрасте начинают думать об автоспорте? Почему? Основная заслуга в этом стране – у нас в Дании очень хорошо развита инфраструктура. По крайней мере, была развита. Сейчас не знаю, потому как уже 25 лет там не живу. Но учитывая, что это маленькая страна, она все еще хорошо развита, и у нас много картинговых трасс, где дети могут почувствовать вкус автоспорта. Кроме того, есть множество младших и старших гоночных серий, которые также проводятся и во многих других странах Европы, в которых развит автоспорт. В нашей стране многие родители думают о будущем своих детей в автомобильном спорте. Им рекомендуют начинать с прокатного картинга, затем переходить в профессиональный, и потом уже идти в кольцевые гонки или ралли. Вы, оглядываясь на собственный опыт, какие вы шаги посоветовали начинающим спортсменам? Я должен сказать, что когда я начинал в конце 60-х и начале 70-х свою карьеру, картинг вообще не был сильно распространен, особенно прокатный. Поэтому мы приобретали наш опыт в гораздо более позднем возрасте и оттачивали мастерство в более сложных условиях на автомобилях. А сейчас уже с детства можно начать гоночную карьеру в прокатном или гоночном картинге и в более раннем возрасте понять, что такое гонка, почувствовать машину, скорость, научиться тормозить, выучить трассы. И все это в намного более раннем возрасте, и вы это можете увидеть на примере даже современных пилотов Формулы-1. К примеру, Себастьян Феттель, который едва перешагнул 20-летний рубеж, уже стал чемпионом мира. В мои годы настолько ранний взлет был просто невозможен. Вот исходя из этого, могу сказать точно, что если вы хотите построить гоночную карьеру, нужно начинать с картинга в максимально раннем возрасте. Вы лично знакомы со многими известными гонщиками. И молодежью, такими как Феттель, и с легендами прошлых лет. Не скучаете ли вы по тем временам, когда средний возраст пилота был под 30 лет, и это были не молодые парни, а мужчины с определенной историей за плечами, как Марио Андрейти? По тем временам, когда это был спорт мужчин, а не мальчишек? Мне кажется, это были иные времена, хотя молодых людей и тогда хватало. Мне тяжело сказать, было ли тогда лучше, чем сейчас. В одном я уверен точно, мы не в состоянии остановить эволюцию и прогресс. Мне кажется, сегодня, благодаря возможности ездить в картинге с детства, гонщики в гораздо более раннем возрасте готовы к серьезным соревнованиям, чем в годы того же Андрейти или Найджела Мэнсела. Например, мой друг Джек Брэбхэм ездил в Формулу-1, когда ему было 40. Сегодня такого уже мы не увидим. Шумахер, конечно, пробует остаться в игре, но молодежь наступает. И опять-таки, чем раньше вы начнете, тем раньше закончится работоспособный возраст, ведь вы гоняете с молодежью. Но в любом случае мы можем еще соревноваться. Гонки, в которых участвуют старшие пилоты, крайне редко пересекаются с чемпионатами для молодежи. Молодые пилоты никогда не выигрывали Дакар. Вот именно. Когда у тебя впереди 6 тысяч километров в дистанции, у Карлоса Сайенса гораздо больше шансов, чем у Себастьяна Феттеля. Однажды на этапе чемпионата мира по ралли я общался с Дэвидом Ричардсом о том, что такое автоспорт. Что это сегодня, бизнес или спорт? Вы знаете, в первую очередь это бизнес, но и спорт тоже. Ведь современные требования к безопасности зрителей и пилотов, ожидания спонсоров, зрелищности гонки заставляют проводить их на специально построенных трассах, которые стоят денег. А их владельцев в первую очередь интересует окупаемость инвестиций. Так что каким бы спорт ни был, для самого гонщика и для зрителей он должен иметь четкую коммерческую составляющую. Если хотите, бизнес-модель. Те времена, когда соревновались в гонках любители высоких скоростей на дорогах общего пользования, и это было почти бесплатно, уже давно канули в историю. Ричардс в ответ на этот вопрос сказал, что для завода, для спонсоров и команд это бизнес, но для пилота, который на скорости 200 км в час едет между деревьями ралли Тысяча Озер в Финляндии, это спорт. Помните речь Берни и Килстоуна? Он, к слову, начинал свою карьеру в одно и то же время с вами. Он вообще лет на 25 старше меня, но спасибо за комплимент. Я имел в виду, начинали одновременно в 60-70-х годах. Он сказал, что секрет популярности автоспорта в удачном сочетании скорости, смертельной опасности и запаха женщин. Если исключить хоть одну из этих составляющих, гонки перестанут быть интересными. Сегодня они стали сверхбезопасными. Спуск на лыжах с горы сегодня куда опаснее, чем гонки. Вы правы. Автоспорт, конечно, стал очень безопасным за последние лет 10-15, но основная в этом заслуга углеволокна. Мы можем видеть ужасающие аварии в Формуле-1, когда болид разлетается в щепки, но сам монокок, где сидит пилот, остается цел. Кроме того, на современных трассах есть огромные зоны безопасности, которые прощают ошибки пилотам. Но если мы оглянемся на лоту 70-х годов, Колин Чепман строил шасси достаточно крепкое, чтобы проехать одну гонку. За счет этого они были легкими и быстрыми, но и очень опасными. Сегодня у пилотов есть трекшн-контроль и куча электроники. Машина – это уже компьютер. Но от этого выигрывают обычные автомобили. Многие технологии спорта попадают в серийное производство и спасают жизни каждый день. У вас достаточно успешная карьера гонщика, но вы, сменив гоночный комбинезон на костюм, сумели оставить свой вклад в развитие автоспорта в мире. Какими проектами в жизни вы гордитесь? Я думаю, тот период, когда я возглавлял Автомобильную Федерацию Австралии, это было настоящим испытанием. Мы сумели проводить ежегодные этапы Формулы-1 и чемпионата мира по ралли, серию Чемпкар и множество национальных серий. Разработка второго современного трека в Бахрейне, который был построен менее чем через 10 лет после Малайзии. Туда меня пригласили власти Малайзии для того, чтобы организовать серии чемпионатов в их стране для молодежи. Чтобы кроме трассы Формулы-1 у них были еще и свои гонки и пилоты. И мы справились. Я знаю, что самой дорогой трассой Формулы-1 в мире является Ясмарина в Абу-Даби. Вы работали с людьми, которые ее строили? Если быть честным, я был первым, к кому обратились за помощью в создании трека. Цель была прославить Абу-Даби с помощью автоспорта. Мало кто знает в мире, что именно это столица Объединенных Арабских Эмиратов, а не Дубай. Изначально планировалась постройка городской трассы в центре Абу-Даби с временными трибунами и ограждениями. Как в Монако и Валенсии? Да, именно. Но потом, когда мы представили бизнес-план принца Абу-Даби, он сказал, почему бы не построить полноценный комплекс, которого нет нигде в мире. И бюджет постройки вырос с изначальных 50 миллионов долларов до 40 миллиардов. Это постройка самого острова, трассы в кратчайшие сроки, тематического парка Феррари и гостиниц. Но это уже проект, который окупается не за счет автоспорта, а за счет рекламы страны и Абу-Даби. С вами случались какие-нибудь курьезы в автоспорте? Да, есть один приятный. Я приобщился к автоспорту достаточно рано, лет с 7-8. Тогда мой брат работал на трассе маршалом безопасности. Я был на гонке, где участвовали все пилоты номер один тех лет. Джек Брэбхэм, Стирлинг Мосс и Грэхэм Хилл. И я сумел взять автографы у всех. Сэра Стирлинга Мосса. Да, именно сэра Стирлинга Мосса и сэра Джека Брэбхэма. Очень важное дополнение. Но я их знаю достаточно давно и хорошо. Спустя 40 лет я обедал с ними на Гран-при Австралии 2001 года и показал им фотографию с их же автографами. И по иронии судьбы, Джеку Брэбхэму был нужен мой автограф, потому как именно я выдавал ему его гоночную лицензию. Знал ли я, маленький мальчишка из Дании, что спустя столько лет в Австралии мой кумир, трехкратный чемпион мира будет просить мой автограф? Это забавно. Спасибо огромное за интервью. Вам спасибо. Для того, чтобы подвести итоги нашего сегодняшнего теста и не поругаться с Алешей, что важно, я сейчас буду выглядеть этаким синайским японцем. У горы Фудзияма есть одна вершина, но ведет на нее очень много дорог. Порше и Ниссан – это два настоящих бескомпромиссных спортивных автомобиля. Но к победе их ведут абсолютно разные технические решения и разные идеологии. Я думаю, это здорово, что мы можем выбирать. Я, кстати, по-прежнему выбираю Ниссан 350Z. При наличии возможности, конечно, иметь такой автомобиль – это здорово. Но лучше Порше. Это была программа «Две лошадиные силы» на телеканале «Интер» и наш первый тест – наш с Раулем частных личных автомобилей. Уверен, что если бы наши машины умели разговаривать, то тест был бы более коротким и пришлось бы все запикивать. Как впечатления? Мне, в принципе, все очень понравилось. Я думаю, даже после монтажа тебе покажется, что я был очень добр к твоему автомобилю. Но он действительно того заслуживает. Я думаю, что тебе не покажется, что я не был добр к твоему автомобилю. Я сказал правду. Правда, каждая своя истина одна, и я ее знаю. Мы знаем все про автомобиль и с удовольствием донесем эту информацию до вас. А вы уже сами решите, слушать ее или нет. С вами был Рауль Челача в эфире телеканала «Интер» и его сурдоперевод. Алексей Мачанов. Увидимся на следующей неделе. Услышимся. Пока.